На Донбассе погибли двое сотрудников СБУ. Еще один тяжело ранен. Военнослужащие Центра специальных операций «Альфа» попали под обстрелы артиллерии в Луганской области. Они выполняли боевое задание. В последнее время противник практически каждый день ведет огонь из орудий тяжелого калибра. В этом убедился и наш военкор Игорь Левенок. Он побывал на Приморском направлении. Таких обстрелов, бомбежек не было уже давно. Я думаю, последние разы такое в 2015 году происходило. Приморское направление. Наши солдаты в районе Богдановки внимательно наблюдают за противником. Обстрелы со стороны врага участились. Залпы тяжелых орудий могут прогреметь в любой момент. Их нужно услышать и успеть вовремя среагировать. До прилета снаряда 5-7 секунд. Стреляли 82-ми, 120-ми и 150-ми. Много-много прилетает. Добра такого. Но, слава Богу, не по позиции. Вот такие осколки разлетаются на сотни метров. Они прошивают любые бронежилеты и каски. Спасает только земля. Чем глубже, тем надежнее. Мы ховаемся. Нора. После всего черговыми засыпами. Мы адекватно, симметрично им отповидаем. Гасим их. И снова тиша. Штатный режим. Село Богдановка расположено в нескольких километрах от линии разграничения. Но обострение на фронте отразилось на мирной инфраструктуре. Боевики бьют из пушек. Снаряды летят на поля, которые уже засеяны. И не все смертоносное железо разрывается. Перепахали. Наш район достаточно основательно. Даже вот я знаю, что там фермеры, которые имеют поля сзади, жаловались, переживали, что они не могут работать, боятся. Потому что часто идет попадание и на их поля, которые не обрабатывают. Два года назад, согласно Минским соглашениям, на участке фронта Богдановка-Петровская произошел отвод войск. Здесь в радиусе 26 километров. Не должно быть тяжелых орудий. Но боевики игнорируют все договоренности. И теперь под огнем запрещенных калибров наши солдаты почти каждый день. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер.